Во время встречи руководителей администрации Рязани с жителями в Октябрьском районе все желающие смогли поделиться своими идеями и высказать предложения по стратегическому развитию и преображению Рязани. Елена Сорокина, глава администрации Рязани, отметила, что общественные обсуждения проводятся с одобрением губернатора Рязанской области Николая Любимова. Встречи наши вызваны тем, что мы очень хотим, чтобы наш город развивался, развивался динамично, поступательно и в соответствии с неким планом, планом стратегического развития города. Планы стратегического развития писались и в прежние периоды, но, как правило, это происходило силами органов власти при участии экспертов. Мы же хотим сделать это иначе. Мы хотим, прежде чем приступить к разработке стратегического плана развития города Рязани на долгосрочную перспективу, выслушать жителей конкретного района. А что вы сами думаете о том, как развиваться в вашем Октябрьском районе? На встречу руководителей администрации Рязани с жителями Октябрьского района в культурно-досуговый центр «Октябрь» пришло около 120 человек. В ходе встречи свои вопросы и инициативы высказали порядка 40 жителей. Мы хотим предложить зеленую зону в Дашковой песочне. Самый конец Дашков, седьмой квартал, там практически нет зеленых парков, зеленых скверов. Хотим выйти с этим предложением, а также с предложением продлить и закольцевать дубовую рощу, вишневый сад. Было бы очень хорошее место для прогулок, для мам и детьми, для бабушек, вообще для любого населения. Среди предложений, которые озвучили жители Октябрьского района, были развитие инфраструктуры микрорайона Шлаковой, благоустройство поселка Мирный, строительство детских садов и школ, уборка городских территорий, организация парков, устройство и ремонт тротуаров, уличное освещение и не только. Мы знаем, что будет еще реорганизовано движение двухстороннее, и переживаем, потому что там две школы, 63-я и 67-я. И, естественно, хотели бы просто обратить на это внимание, чтобы заранее это учли, сделали безопасные тротуары для наших детей и дорожные знаки, чтобы там не было никаких инцидентов, и мы могли быть спокойны за детишек. Также среди тем, которые прозвучали в ходе обсуждения, были вопросы экологии, развития инфраструктуры окраин и частного сектора Дашково-Песочни, ремонт школьных спортивных площадок, ремонт автомобильных дорог и внутридворовых проездов. Также было немало и других предложений. Наш кинологический клуб выступает за создание в сквере на пересечении улицы Зубковой и Советской армии кинологической площадки для адресировки собак с целью воспитания граждан, владельцев собак, ответственного обращения с животными для минимизации животных, остающихся без надзора, своих владельцев. По окончанию встреч у руководителей администрации с жителями будет разработана стратегическая карта развития нашего города, куда будут нанесены все предложения горожан. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».